У нас, короче, наверное, блок-недоблок. Вот, значит, что у нас тут намечается? У нас намечается сетка на фару, на зуммера. Вот такая вот хрень. Японцы их крепят на стяжке. Я на стяжке крепить не буду. Я сделаю крепление к бугелю, чтобы было всё замечательно, отлично и превосходно. Иначе всё это какой-то хлам. А хлам я делать не люблю, поэтому сделаю так, как мне нравится, так как хочу. Вот здесь у нас стоит ВРХ. ВРХ сегодня приехал, и сегодня же он едет. Потому что в ВРХ мы перебирали вилку. За день я успешно сделал с ТТР. Снял воздушный фильтр. Помимо подрамника обнаружил ещё вот это. В общем, всё замечательно. Всё как обычно. Приехал БСЯ. И я на нём проехал. И знаете, я немножко поверил в Китай. Да, он остаётся таким же хламом в плане качества. Но они развиваются. Потому что на вот этот вот древний Хондовский мотор они всадили четырёхклапанную бошку. И это по документам у них 25 сил. И в принципе, когда я попробовал, как он едет, я начинаю верить в эти 25 сил. Ну, как бы, оно едет. Действительно едет. Я сам не верю тому, что говорю. То, что китайский мотоцикл имеет право на жизнь. Да, это далеко не японец. Но, блин, оно едет. Это 172-й Зонгшен. Я, может быть, что-то путаю. Но, по-моему, 172-й Зонгшен всегда был на двух клапанах. А тут четыре клапана. Может, я, конечно, что-то путаю. Стоит в том, что это древний Хондовский мотор. Двухклапанный, который был изначально. Но они у него всадили четырёхклапанную голову. И оно едет. Блин, прям едет. То есть, понятно, что тут звёзды стоят тяговые, лютейшие. Но первая, вторая, третья передача с газа, умеючи, он задирается вверх. Я был впечатлён. Ну, в общем, он абсолютно новый. Его надо будет только обслужить. И, в принципе, всё. Вот. Щенячий восторг. Щенячий восторг от того, что у меня есть крепёж классом 12. Сколько там 12? Нет, 10.9 и 12.9. Это просто для меня такой ва-а-а-а. Плюс болты конусные с шайбочками. Господи, если бы кто знал, как долго я об этом мечтал, как долго я к этому шёл, как долго я этого хотел. И вот, ну, наконец-то совершилось, сбылось в моей жизни. Вот, смог себе позволить почти на 7 тысяч это накупить. Вот. Ну, помимо всего прочего. Вот вилка, там, ТТР подразобрал. Карбюратор от ТТР дочистился. Плюс видос снимал по переборке вилки на VX от начала до конца. Плюс какие-то ещё движения, там, ТР-ку я выкатил. Да, я сегодня, наверное, на велосипеде поеду домой на своём. Вот. Многие спросят, наверное, а что не ВР? А вот, вот, не хочу. У меня Kawasaki ТР самый лучший мотоцикл в мире и всё. Вторник. И этот день нельзя назвать днём, который был проведён в удовольствие. Потому что удовольствие от этого дня я не получил совершенно. А одно какое-то расстройство и проблема. Вот. Значит, что делали? Ну, первое. Вот, казалось бы, сделал 4 крепления на зуммер. Ерунда ерундой. И, ну, как бы, на фоне того, что иногда приходится делать, это, наверное, какие-то абсолютные мелочи. Но так оказалось, что на этой мелочи я убил, наверное, 2,5. Потому что всё как-то не шло, не клеилось и так далее. Но, коль я достал сварку, думаю, ну, на ТТР выхлоп сделаю. Ой. А в итоге это была попытка привариться к воздуху. То есть вот такое вот. Кусок металла пришлось сюда вываривать. Потому что вот только в этой части хоть что-то, хоть что-то похожее на металл. И даже здесь всё это горит, газит. И вот на это я тоже часа, наверное, 3 угрохал. Плюс надо не забыть на то, что ещё тут полный срач, где развёлся. И в итоге к БСЕХ я даже не притрагивался, хотя бы планировал делать её. По ТТРу по самому. Ну, хотя бы ремвставки вот эти вот, прости господи, вварил. Останется только с нижней стороны их обварить. Но это будет тогда, когда мотоцикл у меня будет на колёсах. Его можно будет положить на бок. Потому что я не чудо сварщик. И потолочные швы варить не умею совершенно. Здесь у нас ТР-ка. ТР-ке. Короче, что я сделал, что я сделал. А, гофрус поставил, который у меня месяцев, наверное, 5 лежит. Гофры встали, ну, наверное, нихрена не... Хотя видно. Просто потрясающе. А сейчас мы тут подсветим, наверное. Во, наверное, что-то даже стало видно. Да, вот. Гофры в размер, короче. Всё это потрясающе. И, как видим, у нас тут диодная лампочка отлетела. Точно такая же, как я на ТР-е оставил. И плюс, у меня вот здесь вот есть крепление для крыла. И по образцу, как я на Тенере делал, надо сделать третью траверсу. Вот. Как показывает практика, даже дохленькая металлическая перемычка, которая идёт от крыла, например, она играет охренеть, насколько большую роль, я скажу. Хотя там металл, как бы, ну, миллиметровочка, ничего абсолютно интересного. Но, тем не менее, она очень большую роль играет. И вся вот эта вот моя огородная конструкция, то есть вот такие вот будут две железки приворачиваться. Ну и, соответственно, вот из прута, миллиметров 9, наверное, да. Я завяжу вот этот вот, ну, П-образный с крестами каркас, как я уже делал. И, собственно, вместе с этим, когда сделаю, надеюсь, завтра, отвезу в покраску, соответственно, от зуммера мордочку и вот эту вот штучку от ТР. Вот. И, в общем, завтра очень сильно планируется, очень сильно хочется заняться БСЕ-хой и пополнить делать ее. Вот. Как бы ее отслужить уже, сделать и забыть. Ну, а сегодня, ну, хотя бы я от выхлопа отделался и от подрамника практически отделался. То есть тут осталось-то, ну, гораздо меньше, чем если бы я сделал потом. Соответственно, ставим на колеса, обварим подрамник, ставим воздушный фильтр, тут все накидываем и останется только мотор. Но это уже как-то немножечко поприятнее. И чувствую, до майских праздников больше я, наверное, брать в работу ничего не буду. Нет, наверное, я возьму тендерберт на переборку вилки. Но переборка вилки на фоне отсутствия сварки это будет все не так страшно. Ну, когда бы я съеху доделаю, наверное, тогда я тендерберт возьму. Вот. Ну, как бы переборка вилки для меня считается очень приятным занятием. Мне нравится этим заниматься. Не знаю, перебирать вилки я люблю. Может быть, потому что я как-то, ну, организовал весь этот процесс так, как мне нравится. И поэтому мне эта работа доставляет удовольствие. А, еще на ТР-ку я поставил эти чудо-болтики. Ну, тоже вот на что время тратится. Тут, короче... А, во, видно. Вот эти вот болтики с коническими шайбочками. Ну, выглядит, конечно, намного лучше. Я чувствую, у меня этих болтов будет на каждом углу теперь напихано по 100 штук. Потому что, ну, очень мне нравится вся эта история. Вот. С такими болтами, с шайбочками коническими. Просто прямо у меня щенячий восторг от этого возникает. Ну, для начала надо на ВР все поставить, а то уже по мере убывания понимать, какие еще докупить, чтобы, что называется, были в запас. А, ну, еще и карбюратор, кстати, от ТР собрал. Да. Вот он у нас. В сравнении с тем, что было, это хотя бы карбюратором стало. Ну, вот. Это уже приятно держать в руках, приятно будет ставить. Ну, и все. Наверное, вторник на этом мы закончим. Надеюсь, завтра будет... Капец, у меня морда вся красная от респиратора. Вот. Надеюсь, завтра будет лучше. Короче, наскупила и прошла мимо среда. Все не так плохо, как не до этого, но не сказать, что сильно хорошо. Так. Значит, первое. Первое. И второе. Первое, я опять временно без машины. Она переехала аж в несколько соседних дворов от меня, потому что, наконец-то, та музыка, которая была куплена зимой, должна встать на свои штатные места. И на майских... До майских праздников. Надеюсь, все это сделается и будет хорошо. По ТТРу очень забавная история. Приходит сообщение с почты от Марк... Ну, посылка от Маркхота, там, ось маятника. Вот. Типа, в почтовом отделении можете забрать. Я открываю приложение и что-то не вдупляю, потому что почтовое отделение... А мы в Москве, если что. Вот. Почтовое отделение, в которое оно пришло, по каким-то неведомым причинам. И владелец ТТР скинул мне что адрес? Он скидывал тот. И как бы косяк. Короче, суть в том, что это в 60 километрах от меня. 60 километров. Я говорю, да, nice. Я говорю, я туда, естественно, не поеду. Это другой конец Москвы. И каким-то чудом владелец в это время проезжал мимо. Вот. И все это было по этой самой... Как-то хрень-то на почте называется. По упрощенке, вот. Благодаря чему мне пришло сообщение. Мы продиктовали совместно цифры. И вроде как посылку отдали. Слава богу. Сейчас вечером надо будет принять курьера, который... Ой, короче... Который мне это все привезет. Вот. И по ТТРу, в принципе, очень хочется верить, что завтра он у меня будет на колесах. А это как бы ни хрена себе. Сегодня еще питбайк починил. Сорванную резьбу сливную. Ну, стандартная. Короче, кому интересно в постах, посмотрите. В любой ситуации, которая есть. И сначала я отправил пацанову, говорю, до свидания, до завтра. У меня нету... У меня есть метчики, чтобы с 12 перейти на 14. У меня нету болта. А потом я вспомнил, что у меня есть остатки вот этого чудесного ремкомплекта вставок. И вот так все удалось. Пацаны забрали его сегодня же. Поэтому вы его сегодня и не увидите уже. Героически я понял, что завтра, когда я качу ТТР, надо все-таки купить сальник на валке к стартера на Бенли. Даже вроде он есть в пределах доступа. Вот. Я очень думал, что он перестанет капать. Но он, сука, капает. А то, учитывая то, что масло у меня залито больше, чем надо, так как масляный радиатор капает он, сука, прям активно. И хочется, чтобы все-таки масло с мопеда не увелось. По этой причине надо завтра, когда я качу ТТР, когда он будет уже на своих колесах, они на подставке стоят. И посмотреть, какой сальник, и все, скорее, я его куплю в зоне доступа. Вот. С Бенли сняты фары. В руал поедет крепление. Завтра заеду, завезу. Сварил табуреточку. Вот. Табуреточку. Чтобы какой-нибудь кот сидел. Но на самом деле, в этом во всем есть глубокий смысл в этой табуреточке. Дело в том, что эта табуреточка, ну вот на ТТР покажу. Это, короче, вон там вот между перьев встает. И, типа, делает так, чтобы вилка на кручение была жестче. Вот. Все это обычный пруток. Сколько? 7, наверное, миллиметров. В общем, сегодня за денек так чик-чирик. Все как-то не сильно сложно пошло. Как всегда, все криво-косо, но получилось. А, это на ТР. Вот. Короче, почему она такая высоченная? Ну, во-первых, на ТР крепления очень низко расположены. Это первый момент. Второй момент. Так как я БСЕ делал, у меня появилась возможность условно-халявно, без какого геморроя, иметь снятое 21-е колесо. И пока я его имел, а ТР был здесь, я решил, что час пробил. И именно здесь сейчас надо примерить 21-е колесо. Сделать сразу под 21-е колесо это, ну, типа, третий траверс, окей, усиление, как угодно можно заводить. Короче, в чем суть? На ТР просто существует какие-то комплект 21-го колеса. То есть, пицца-обот. Все это существует в природе. Можно даже купить, но когда я куплю, я не знаю. Но не в этом суть. Короче, что я хотел сказать-то. А, ну вот, как показывает практика, вот, казалось бы, пруток, как бы, фигня фигнёй. Но практика такова, что даже крепление крыла, вот эта вот пластинка, усиление крыла, которая на многих мотоциклах стоит, играет охренеть, какую роль накручение вилки, типа, когда ломые, ну, типа, вот так вот делают. Учитываю, что ТР у меня, типа, типа, эндуро. Там всё это чувствуется ещё сильнее. И мне действительно в какие-то моменты не хватает жёсткости. Вот, вот, чудо я не ожидаю, но знаю, что будет плюс. Я такую же хрень уже делал на, как его, на Тенере. И там это прекрасным образом работает. Поэтому почему не будет работать здесь? Я думаю, будет работать. Тем более, там крепление от крыла есть. Условно, халява. Вот они, бери, делай. Ну, я, собственно, взял и сделал. Вот. Ну, и БСЕ сегодня ковырял. Там колёса, не колёса. В общем, всё по классике. Оси сухие, суппорт не привёрнут. Некоторые детали, как оказалось, сняли с салона. Решили, что вы их купить должны за тот деньги. А поправить всё они должны быть. Ну, короче, стандартные китайские истории вот эти вот. Ну, вот. И хочется верить, что завтра всё-таки основной задачей будет... Ну, БСЕ доделать, понятно, я вот доделаю. Ну, и ТТР. Вот, ТТР прям. Не то, что боль беда, но хочется поставить его, наконец, на колёса. Ну, и на этом среду мы закончим. Ну, что, вот он и четверг. И, в принципе, четверг можно считать успешным. Исключив тот факт, что я замёрз как тварь утром, потому что утром шёл дождик. А я, естественно, на мотоцикле. Вот. Но, тем не менее, заехал в Руал. Отдал железки от ТРа. И вот, что... А, от Зуммера, да, морда. Вот. Плюс, вообще, в низовых условиях пришли по ошибнике всё-таки в маятник на ТТР. И, как видим, ТТР уже на своих колёсах. В общем, на ТТР я сегодня запрессовал по ошибнике в маятник, собрал прогрессию, установил маятник, собрал тормоза, установил полностью тормоза, прокачал, установил колесо, помыл, почистил, помазал цепь. Да, в принципе, и всё. Ну и, соответственно, завтра мы его кинем на бачок, проварим подрамник, после чего будем устанавливать фильтр-бокс, сделаем проводку на нём. Ну, там просто надо дополнительные хреновины проводку кинуть. И, 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 и... И всё. И дальше у нас вскрытие мотора. Безальтернативное. Вот. Так что, может быть, вскрытие мотора я начну даже уже завтра. Может так случиться. Ну да. В принципе, как вариант. Вот. И сделал вот этот вот ужас. Ужас срань и прочее. В общем, с мотора там слилось что-то уже со стружкой. То есть, там вот как будто серебрянкой посыпали, я не знаю, когда краски размешивают с металликом, вот там такого цвета масла. На масло оно не похоже. Ось маятника сухая. Прогрессия сухая. Прогрессия на шариковых подшипниках. Я вообще такой, чего? Вообще, чего? В общем, лютая срань. Вот эта вот вся конструкция. И это всё, что я могу сказать на самом деле. Мне оно абсолютно не нравится. Может быть, так срастётся, что завтра я в новейре там некоторые болтики поменяю, что ли. Если дождя не будет. У меня же болтики-то лежат купленными. Вот, может быть, завтра болтиками позанимаюсь, поиграю чуть-чуть. Может быть, даже на Бенли болтики останутся. Или посчитаю, сколько их надо. Вот. Хотя бы. И какой длины прикину, чтобы не вот эти подкреск-болтики были там на морде везде. Вот здесь. Вот. Вот. А было всё под шестигранчик. С конусом. Ну, на самом деле, посмотрю, сколько на ВР уйдёт. А от этого уже будем плясать. По крайней мере, на ТР и на морду. Так и и поставил. И смотрится всё это куда интереснее и выразительнее. Вот. Так что БСЕ вот этот чудо из чудес заберут завтра, я надеюсь. Я о нём забуду. Вот. И всё будет хорошо. А завтра надо не забыть зеркала притащить на ТТР. И также надо не забыть хмуты для КАВАСа притащить для ТР. Вот. Так что завтра, возможно, будет всё-таки вскрытие уже мотора. Так как я, наверное... Ну, хотя посмотрим. Ну, либо всё будет подготовлено для вскрытия мотора ТТР. Тем более, у нас всё есть. А там как пойдёт. Самое главное, у нас же БСЕ не будет, и это хорошо. Вот. А на следующей неделе что? ТТР, я думаю, будем дособирать. Да и надеюсь... А чё там уже... А чё? А завтра уже... Получается, в следующей неделе это типа майские праздники у нас получаются. Ну, после неё. Ага, значит, в любом ТТР собираю. Ну, в общем, на следующей неделе у нас по-хорошему максимум эта вилка от Нандербёрда на переборку. Вот. И ТТР доделывать. Вот как-то вот так и всё. Пятница настала, я ужасно устал. Благо, забрали БСЕ. С ним всё хорошо. А я тем временем разобрал мотор для начала подаварил подрамник, собрал корпус воздушного фильтра, выхлоп, начал разбирать мотор. Ну, тут, короче, особенности русского ремонта, типа, зачем видеть шпильки, соединяющие цилиндра голову, надо забить зубило, раздавить резьбу, согнуть ребро. В общем, всё по классике. Вот сегодня в каком-то дичайшем темпе всё это пытался сделать. Так же с ВРМ всё чуть поковырялся, с болтиками, со всеми. Но я покажу потом, когда я полностью все болты, какие хочу, поменяю, вот, чтобы уже показать условно какой-то готовый результат, потому что так, мне кажется, для всех будет интереснее, чем показывать клоками, потому что ну, много там ещё надо докупить. Вот, я, естественно, докуплю и будет всё в жизни великолепно с этого момента, когда все эти болтики будут у меня. И тогда уже выключу и покажу, что там получилось. Вот, и в принципе сегодня всё крутилось вокруг ВРа. Ну, как бы ни хрена себе, довари подрамник, собери, разбери мотор, вообще изначально планировал не всё разбирать, в итоге разобрал всё, что мне надо, не успел, конечно, всё помыть, но я уже и так очень сильно устал. Короче, с этим мотором, я себя убью, с этим мотором, короче, такая история, что у него, ну, задача у владельца условно сделать всё, что мы сейчас можем, а что требует, ну, сильно больших вложений, если оно может как-то походить, отложить немножко на потом. Ну, и, соответственно, по поршневой, он знал, что у него жрёт масло, мы купили кольца, я надеялся, что там хоть какой-то хон будет, но хона нету. Ну, цилиндр лысый, абсолютно, но при этом на цилиндре на поршне задиров нету, зазор в кольцах миллиметра два, вот, и, короче, ну, задачу же он поставил, типа, максимально, кто там упал, максимально, короче, всё это продлить, и на фоне этого у меня пришла идея всё-таки наконец-то купить вот эту хреновину попробовать, которая называется ручной хон. Мне просто очень интересно, что из этого получится, хуже этому цилиндру уже не станет в любом случае, но появится возможность попользоваться этой хреновиной, по крайней мере, мне это очень интересно, вот этот вот ручной хон, ну, конечно, хрень, я понимаю, это колхоз, но в некоторых случаях эта штука работает, я знаю даже, у кого она работает, у некто Михаила Немцова, на которого тоже некоторые, кто меня смотрит, подписаны, поэтому есть шанс на то, что хуже мы точно не сделаем, и, возможно, сделаем лучшее, и продлим жизнь этому мотору, а дальше уже, естественно, ну, когда-нибудь потом ремонтный поршень, расточка поршневой, либо номинальная поршневая, живая, как пойдёт, пока задача, как бы, была такова, и я её с успехом выполнил, конечно, бесит вот это вот количество говна на моторе, и на всём, всё это отмывать, это просто боль, тлен, разочарование, и так далее, вот, ещё я немножко порядка понаводил в гараже, во втором, вот, наверное, на следующей неделе, когда VR буду в очередной раз ковырять, всё это дело покажу, вот, что я там понаделал, такой, летний вариант, так сказать, сделал, для удобства, на зиму, конечно, всё это опять пойдёт через жопу, но, тем не менее, что ещё бы рассказать, хорошего и плохого, не знаю, ну вот, а, ну, из всех инструментов съездил, вон там, где сидение, наверху масло, наконец-то забрал, взял, короче, 5 литров, дай бог, на весну хватит, взял хоскварнское мосты, какой-то, типа, и туда, и налево, и направо, и для бензопилов, для мотоциклов, хрен его знает, но, зная, как, в каких режимах работает бензопилы, и что они выживают, в принципе, на мотоцикл, я думаю, нагрузка не сильно-то, и больше идёт, чё ещё, ну, очень много времени убил на составление списка болтов, опять же, которые мне нужны, потому что на бензопиле я тоже хочу болтики поменять, чтобы были все красивенькие, аккуратненькие, конусные, ну, по крайней мере, для держания вот этих вот щиточков, там, переднего, заднего и так далее, вот, задолбала погода с дождём, да, езжу на ТР, ТР замечательный, и вот ВР стоит, но ВР может быть ещё стоит, потому что он условно не доделан, типа там наклейки, не наклейки, графика, не графика, их ещё по факту нет у меня, и как только они будут, наверное, может быть, я на нём и ездить, значит, но я надеюсь больше на то, что погода будет нормальная, а не вот это вот срань говно, и сбоку бантик, и тогда можно будет нормально в удовольствии ездить, а не как сейчас, не езда, а выживание какое-то, да, я вот так вот сижу убит, потому что я реально устал, то есть я минут 30 тупо сидел на диване, перезагружался, после того, как я условно доразобрал ТТР, хотел сказать ВР, не дай бог, в общем, ТТР, такие все, они трупоподобные, в общем уже, и страшно на них смотреть, но приходится, да, что за говно, ну честно, ну это уже трупы, трупы догнивающих лошадей, вот, я не знаю, что еще рассказать, все превратилось в какое-то очень долгое и неинтересное на теле, поэтому я думаю, стоит закончить, уйти на выходные, сходить опять за болтиками, тысячи, на много рублей, а потом, в понедельник, начнем собирать этот чудесный лесопед, последняя неделя перед маем будет, надеюсь, что на май погода будет нормальная, хотя я уже утратил веру в это во всем, ладно, давайте, увидимся в понедельник, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова